Почти две недели и Алтай станет центром мира погребли на Байдарках и Каноэ. А это значит, на Кубок в Барнаул приедет целая армия гостей. Доедут ли все 20 тысяч, как планировалось изначально, до сих пор не ясно. Границы закрыты, но в краевой столице готовятся по максимуму. Канал в отличном состоянии, инфраструктура построена, закуплены лодки на 150 миллионов. Об этом вы уже знаете. Готовы и уже волнуются те, кто гостей примет. Мы обновили все. Обновили стены, обновили пол. Здесь прям был капитальный ремонт номера. Новая мебель. Если обратить внимание на кровати, то это уже современные спринт-боксы, которые используют во всем мире. Гостей со всего мира примут 39 гостиниц краевой столицы. 34 из них для болельщиков. Например, это. Кроме мебели здесь обновили текстиль. Все по евростандартам. Статус гостиницы без звезд. Но руководство надеется, что болельщикам будет комфортно. Для них также действуют категории номеров, в том числе люкс. В одной из гостиниц, где разместят спортсменов, решили обойтись без ремонта. Зато меню изменили. Питание уже нужно сбалансированное. В меру утром одно, вечером другое. Поэтому наши гости предпочли шведский стол утром и шведский стол вечером на ужин. Естественно, туда добавляется витаминизированный больше стол. Это фрукты, овощи, соки, морсы. Еще один нюанс – восстановление после соревнований. В дни кубка в местной спа-зоне определенно будет работать массажист. В ожидании такого приятного гостя, как спортсмены этого соревнования. Ну и надеемся, мы тоже от них подзарядимся таким драйвом и активной позицией жизненной. Ориентир у нас был 50 стран, 500 спортсменов. На самом деле уже предварительные заявки есть от 54 стран. Там уже 37 подтвердились, то есть здесь же такой процесс идет постепенно-постепенно. Точных дат, после которых станут известны все имена, никто не называет. Тем не менее, в ближайшие дни должны определиться составом российской сборной. Войдут ли в нее алтайские спортсмены – главная интрига. В любом случае, болеть за Россию стоит прийти. Барнаул станет столицей мира погребли с 21 по 23 мая. Артем Гусельников, Андрей Печеркин, Николай Шелко. День с толком.